Девушки отдыхают После того, как комары попьют мою кровь, они становятся мастерами спорта, но сейчас не об этом. Сегодняшний выпуск будет посвящен самообороне. В классе я лучше всех металл-ножи. Но так могут не все, поэтому сегодня я научу вас, как обороняться против противника голыми руками. Во времена первой вьетнамской кампании я в одиночку перебил всю деревню. С тех пор мне запрещен въезд в Нижегородскую область. Ну хоть размялся. Очень часто в любое время суток нам на улице может попасться кампания вот таких вот агрессивно настроенных ребят. Как вы видите, они почти всегда громко матерятся, орут песни и мешают спать. Чего? Ну просто настоящее хамло. Слышу, братан, завязывай. Скорее всего, они сразу первыми попытаются навазь напасть. Иди шля отсюда, блядь, придурок. Ну вот, пошли оскорбления, а это значит, что настало время схватки. Чтобы ничто не сковало мои движения, я всегда дерусь голым. Ёбнутый какой-то, пошли, братан. Боёб. Вот так вот при помощи грязного белья мы смогли психологически подавить противника. Мой сын пока еще не так хорошо дерется, поэтому я не отпускаю его гулять без газового баллончика. Сам Игорек говорит, что это не очень эффективно в драке, зато у него не хватает сил гулять больше 15 минут. Игорь, ну ты где там? Я ебал его, ну. Бывает так, что на вас могут напасть с удавкой. Сейчас я с помощью своего сына Игорька покажу, как действует такой, казалось бы, патовой ситуации. Итак, самое главное, это сразу зафиксировать руки противника, чтобы они не успели... Игорь, полегче, Игорь. Рано мне еще сигареты курить, а? Ладно, можешь покурить, но если победишь, меня в честном спарринге. Продолжим. Если на вас нападают с нунчаками, атакуют на улицах России каждый день, скорее всего перед вами обычный панторец. Отвлечь такого очень легко. Братан, почему кроссовки брал? Эти? Да они не настоящие, я их в интернете заказывал. Вот видите, одна секунда и противник повержен. Не подумайте, я не жестокий. Я терпимо отношусь абсолютно ко всем людям. Ну ты везде, что нас достать решил? Хана тебе, черт. Ну все, наконец-то я наглядно покажу, как в реальном... Кстати, забыл сказать. Все показанные мною приемы эффективно работают только если у вас есть близкие родственники ФСБ. Подписывайтесь на мой канал, на следующем выпуске я расскажу, как сориентироваться в темном лесу ночью. Субтитры сделал DimaTorzok